Как же выбрать тренера? Какие знания будет давать этот человек? Вы должны найти того человека, который вам по душе, перейти именно к нему и получить у него какие-то знания, а не ходить где-то там рядом, потому что удобно. Нашему каналу более двух лет, а мы и не сняли видео, как правильно выбрать тренера. Сенсей Ольберто, давай, вещай. Давайте снимем такое видео. Итак, я на самом деле тут подготовился, поэтому буду смотреть все шпаргалки, потому что я вывел основную тематику. Тема на самом деле очень непростая. Я думаю, что каждый из нас в свое время задавался вопросом, как же выбрать тренера. И при выборе тренера первое, что приходит, когда ты начинаешь искать, ну на самом деле люди по-разному ищут, но в современном мире мы все пользуемся поисковиками, гуглами, яндексами и прочей штукой. Что я вам хочу сказать? Когда вы ищете себе тренера, в основном вы вбиваете направление, которое вас интересует, либо пишете боевые единоборства и город свой. М1 Киев, да? Что-то подобное. Я хочу заниматься UFC. UFC, да. Капец, короче. United Fried Chicken. Так вот, первое, что вам попадается, это большие клубы, потому что они платят продвижение своей рекламы, когда-то в гугле, и поэтому они выходят в топ. Большинство людей как бы смотрят то, что они предлагают. Но давайте углубимся в вопрос. Когда мы ищем тренера, мы не ищем клуб. И очень важно понимать, что выбор тренера – это реально сложный процесс, потому что в конечном итоге этот человек будет вам давать какие-то знания. Какие знания будет давать этот человек – это уже другой вопрос. Сейчас очень много типа тренеров. То есть, на самом деле сейчас, ой, я умею драться, все, я буду тренировать. И пошло-поехало, все, и он тренирует. Как он тренирует, что он тренирует, какую методику он использует, почему он это делает, никому не понятно, но он это как-то делает. Бывает такое, что не вредят, а бывает такое, что ерундула закровенную делают, а потом переделывать это намного сложнее. Но я приду к тому, что если вы ищете тренера, то мы должны пойти по следующим пунктам. Итак, первое – это определить цель, цель, для чего мы это ищем. Мы ищем какой-то результат спортивный, очень важно, спортивный. Я хочу быть лучшим из лучших чемпионов мира и так далее. Ибо я хочу похудеть, заняться чем-то интересным и так далее и тому подобное. И от этого тоже зависит ваш выбор тренера, потому что если вы хотите стать чемпионом, то, поверьте мне, простой тренер тут вам не поможет. А если вы хотите просто похудеть, то вы можете пойти к любому тренеру и похудеть. Попрыгаете, поскачете, и потом все закончится. Теперь второй фактор, определяющий этот момент, это, вот я себе так записал, записал здесь, это не ходить куда поближе, а ездить к тренеру в его клуб. Очень важный фактор. Опять же, возвращаемся к тему клубов. Как правило, у каждого хорошего тренера есть именно свой клуб. Так оно было и будет. Начиная даже с древнего Шаолиня, когда у них были свои вот эти подкасты, ячейки общества такие, где они соединялись. И у каждого мастера были какие-то ученики, а потом ученики мастера набирали своих учеников. И он так и бы ничего не поменялось. Поэтому, если вы идете в большой спортклуб, в спортикум пусть будет, в спортикум, какой-то большой спортикум, у которого огромнейшая сеть, то очень сложно вам будет найти толкового тренера. Это реально, это реально. Там может быть классный тренер, но это будет сложно, потому что в основном там куча молодняков, тренеров, которые по тренажерному залу и так далее. И очень редко там есть реально толковые инструктора, которые оседают. Почему? Потому что тренер, который занимается непосредственно именно спортивной деятельностью, ему нужно очень много всякого инвентаря, куча всяких своих штук, где что-то хранить. У него очень много своих забабонов внутренних, и этот человек никогда не будет на кого-то работать. Он будет работать только на себя, и максимум может где-то с кем-то партнерствовать. Что как бы и определяет, конечно, в результате его местонахождение. Поэтому, поверьте мне, лучше с ним, с этим офигенным тренером в запдрипанном подвале работать, нежели в красивом зале. Кстати, вот, извини, что перебью, но общались недавно с одним очень хорошим, одним очень крутым инвестором одного очень крутого клуба, и он сказал такую вещь. Лучше реально ходить к проверенному тренеру, которого знает весь район. Все знают, что, допустим, он тренирует в подвале, но все пацаны района знают, что именно он делает чемпионов. Он именно крут. А ходить, допустим, в такие, как ты сказал, сети спортклубов, красивые. Да-да-да, красивые спортклубы. Тренер там не занимается, может, не дает такую информацию. Это больше развлечения, скажем так. Да, больше развлечения. Не дает такую информацию, как давал бы тот тренер, который тренирует на районе пацанов. Он любит своих пацанов. Он их в них вкладывает. Это его команда, это его люди. Да, команда, его представители. А тот человек, который тренирует, не все, конечно, но большинство, которые тренируют, это даже я замечал, которые тренируются в этих сетях, они в основном работают больше к себе на зарплату. Ну, ну, это ты подметил. Вот я тут сейчас могу очень хороший аргумент ставить, просто у меня на самом деле богатые опыты. Ну, кстати, мало кто знает, но мне 34 года. Начинаю я заниматься в 14 лет. Что, выглядит, может, у меня. Я тренирую уже очень давно, да. То есть, молодой, красивый, горячий. На самом деле, да. То есть, мне не 20 лет, я вам тут ерунду рассказываю, я уже на опыте немножко. И вот что я замечаю. Первое, что я замечаю, это ты приходишь в зал, и там тебе тренер, ты красавчик, о, классно бицуху по работе, о, какой джебик у тебя. Все, знаешь, он подслаживает тебя. Вот этот результат, вот этот тренер, этот результат видит чувак и его тренер, больше никто. Со стороны смотришь, что он тут делает. А тренер ему, да ты красава! И вот это очень большая раунд. Да, он мотивирует, да, он, потому что это его источник дохода. В основном, и там рассчитано все на персональный тренинг, где ты работаешь, и он не может ему сказать, слышишь, у тебя не херня не получается, ты вообще не твое, братан. Давай как-то займись шахматами. Он тебе не скажет, потому что он без денег достанет, в конце концов. В отличие от клубов, вот таких как наш, не буду все рекламировать, но условно говоря, как-то, когда они туда приходят, вот они пошли, скажем, блин, это не нравится туда. И это нормальная практика именно в бойцовских клубах. Потому что, если ты сюда приперся уже, то работай. А не хочешь работать, дверь там. Сколько ты нам платишь, вот тебе денежку, до свидания. Все. Как человеку со стороны найти вот это вот? И тут же важно, понимаешь, я по психотипу подхожу к кому-то, а кто-то нет. Не подходит мне человек, да, вот, мне не нравится, я не смогу с ним работать, зачем мне с ним работать? Тут очень важно вот этот момент тоже, чтобы сопоставился твой психотип, с твой психотипом трепен, чтобы вы могли найти общий язык. Это очень-очень-очень важно. Я дошел до того уровня, что когда ко мне приходит человек записаться на персональную тренировку либо даже в группу, и я вижу, что этот человек мне не подходит, я ему говорю, слушай, чувак, мы не сработаемся. Я уже ему говорю. И почему? Ну, мы разные, но я могу тебе порекомендовать того, кто тебе подойдет больше. Это очень важно, когда ты можешь, тогда будет прогресс, тогда будет какое-то развитие, да. Тут очень важно понимать, что вы не должны искать клуб, который близко к вам в дом. Вот самая большая фактор, это он мне вот тут рядышком есть, он посмотрел, что рядышком, и пошел куда рядышком. Он абсолютно не... То есть это очень неправильно. Вы должны найти того человека, который вам по душе, перейти именно к нему и получить у него какие-то знания, а не ходить где-то там рядом, потому что удобно. Но все равно все ищут как удобнее. Но это для маленьких детей, я могу понять родителей, которые как бы приводят своего ребенка под дом, потому что он с работы, ему сложно какие-то... Но это человек до 12 лет, который еще в принципе, когда ты уже постарше, то ты уже можешь сам в принципе понимать и куда-то поехать к какому-то человеку. К нам ребята вообще, блин, в соседних городов катаются, вон блин, с Выжигорода ездят, Серпеня ездят люди тренироваться. С Академгородка, я считаю, что это вообще, блин, другой край географии. Приезжают и ничего, и они знают, что они тут делают, для чего они это делают, да? Вот, дальше. Даже вот хотел тоже ставку сделать про своего тренера, я тренируюсь тоже. У нас не прям суперкрутой, лютый зал, но все просто ходят к нашему тренеру из-за того, что типа внутренний крутой, дает очень крутую, ну типа, придает крутые знания. Теперь дальше. Молодой тренер или взрослый тренер? Я так это определил. То есть, молодой или взрослый тренер? Мне вот сейчас, в последнее время, даже наши подписчики постоянно пишут там, о, покажите хоть и не было этого чувака, почему он не дерется, мой там тренер уже 30 боев провел, там еще что-то такое. То есть, да, вот сразу первое, что приходит, это количество боев проведенных, потом какие-то дипломы, регалии, как бы образование и так далее и тому подобное. Для кого-то это аргумент, для кого-то это вообще не имеет значения. Я объясню почему. Я вообще свой диплом, я закончил университет, свой диплом забрал через 7 лет, потому что мне уже жена сказала, иди забери, слушай, ну как ты? Я его даже не видел, бумажка какая-то, она никогда мне не была нужна, я всегда работал от души, все дипломы поснимали, куча медалек, мы их все убираем, это не нужная бутафория. Если вы приходите в клубы, она бешеная куча бутафории, ну да, люди, люди там на пафосе, но не это определяющий фактор. Определяющий фактор, то, что человек вам будет давать, то, как он к вам будет подходить. Большинство соревнований, я даже знаю клубы, которые открывались, и просто покупали тысячу медалек и делали все декор, просто декор. Кстати, лайфхак не такой. И ты заходишь такой взвал, такой, ооо, ты, ооо, ты, ооо, там сколько всего, там все у них, и ты такой думаешь, ммм, ммм, и сопляк выходит лет 19 такой. Идем! Ну то есть, да, должна быть история у клуба, у человека, должна быть история, у чего учеников, показатели это то, как они выступают, и очень важно, не важно, как выступал тренер, важно, как выступают его ученики, потому что этот чувак будет учить тебя, и ты должен быть, и вот тут очень важно понимать, что большинство молодых тренеров, молодых тренеров непосредственно, они заботятся о том, как себя развить, а не как развить тебя. Ну, к примеру, ты приходишь ко мне на занятия, а я готовлюсь к турниру. Ну, какой я тебе тренер? Я тебе не тренер, потому что я готовлюсь к турниру, и это я готовлюсь, и значит все, что я буду делать, будет направлено на меня, не на тебя. Ты будешь там где-то бегать, я скажу, да-да, доверни ручку, и буду для себя внимание. Важно это понимать, важно понимать, что человек, если действующий спортсмен, он будет уделять больше себе внимания, он будет для себя работать, и весь тренировочный процесс будет построен таким образом, чтобы ему было комфортно. В отдельных случаях, люди подстраивают группу под себя, и используют тех, кто к ним ходит, для того, чтобы это было живое мяско, для отработки своих навыков, чтобы он лучше выступал. Ну, грубо говоря, с партнерами. Ну, типа, что-то такого. В обратном понимании тренер, в моем понимании тренер, это человек, который заботится о тех людях, кому пришли, смотрит их недостатки, плюсы, и пытается каждому уделить какое-то внимание. Когда он не строит, не все работаем по моей программе, а я работаю для каждого какой-то программы, либо общую какую-то, смотрю, да, на контингент, и стараюсь для этих людей, это очень важный фактор, не ищите тех людей, которые активно участвуют на соревнованиях, потому что они не смогут выслаживать за вами. Поверьте мне, когда у тебя есть группа 28 человек, ты не способен каким-то образом там дать им что-то, ты все равно локально. Персональный тренинг – это другое. Вот персональный тренинг – да, там уже вы четко понимаете, и человек работает на вас. И то я очень часто встречал, когда даже на персональной тренировке приходят, и как будет, значит, держишь макевару, и я тебя бью. И тренер наваливает, его понимаешь, то в локике. То есть, может быть, индивидуальный тренер тот, который уступает? Да, может. Это нормально, да? То есть, групповой он не может, не может в себя, допустим, все зависит от человека. На самом деле, если человек граничит четко понятие, что в это время мне пришел человек, он заплатил мне деньги для того, чтобы я уделял ему внимания, я отключаю себя, работаю на тебя, думаю, для тебя программы. Смотрю, как тебе… Ну, вот у меня вот есть там Виталька, да, он занимается, у него проблемы с коленями. С Виталькой мы не можем вообще абсолютно делать все, что связано с ногами. Слушай, я постоянно думаю, как его развить, чтобы ему дать это бойцовский навык, но не использовать ноги. Ну, это головоломка такая, сложно. Ну, и плюс закачивай, да, там закачивать колени. То есть, ты думаешь, как туда, где там ты под него строишь. В этом вся суть тренера. Работать на человека, а не самому. Это очень важно. Это очень важный фактор. Теперь еще один фактор, это я назвал это тренер-друг. Вы должны понимать, что когда вы начинаете работать с человеком, да, если вы сошлись, да, по психотипам, все хорошо, то тренер – это наставник, это друг, это человек, который тебя поддержит, поможет. Это образец для тебя, для подражания. То есть, это надо четко понимать, да. Это человек, которому можно там… Это не папа, не мама. Это оно, отдельное существо. Тренеру можно пожаловаться на жизнь, на работу, на девушку, на любовницу, я не знаю, на плохой бизнес, еще на что-то. Он выслушает, прослушает, подскажет, и вот так вот 20 человек за день. Это такой себе психолог. Это сложно, кропотливая работа один на один, тет-а-тет. Это сложно, да. То есть, вы должны понимать. Либо это мини-группа людей, которая постоянно заревается, да, то есть, они все вместе, они – это команда. Возьму пример мою группу, да, как бы каждый из парней, кто ко мне ходит и долгое время, я знаю все про него, они знают все про меня, мы открытые, как вот так вот книжки, они, они мои друзья, ну, это не клиенты, это друзья, они ученики, куба. Ну, это же не совсем другое, да? Абсолютно, да, то есть, там, ну, я не могу это объяснить, но это должен быть ваш друг. Если это не ваш друг, извините, это не ваш тренер. Все, точка. То есть, не может быть ваш тренер, вам не другом. Вы не можете к нему приходить, просто там. Вот, 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 все, не, не, тут уже очень, если вы хотите результат, должно быть переплетаться многие факторы. Взаимопонимание должно быть. Теперь, вечерний сенсей. Это как? Вечерний сенсей – это тот тренер, который днем Маляр, Столяр, менеджер, блин, пиарщик, программист, еще какая-то ересь, врач, а вечером он сенсей. Это люди, которые, сенсей, совмещают, да? Так вот, иногда, в отдельных случаях, и я таких знаю, это получается. Но зачастую это как подработка для человека. Если человек – это подработка, это не его основная работа и, соответственно, он к ней не относится так уважительно и важно. Почему? Потому что это как бы доп. доход. Это типа такая, ну, типа там, перебиться. Очень важно, следите за тем, чтобы тренер, к которому вы пойдете, занимался этим 24 часа в сутки. Он тренер и утром, и днем, и ночью, и на выходных, и на морях, и где бы он ни был, он остается этим человеком, он занимается своим делом от его ремесла. Да, подъехать, порешать вопрос. Порешать. Ну, кстати, вот хочу сказать немного, есть бывают случаи, но тоже, по-моему, он когда тренировал, начинал тренировать, он работал сварщиком, но потом все же перешел на постоянно, постоянно на постоянной тренировке. Да, это как, есть такой этап, но есть люди, которые как бы всегда так делают. да, я понял. То есть, надо очень четко это ограничить, реально понимать. Дальше еще один момент, это по стоимости я хотел пройтись. Есть откровенно дешевые секции, есть откровенно завышенные секции, есть дорогие. Как понять? Я считаю, что наш клуб дорого, мы берем выше среднего. Сколько у вас? У нас 1200 гривен в месяц стоит. То есть, если рыночная стоимость гривен 800, то у нас это чуть-чуть дороже. Могу объяснить этот фактор, очень легко. За ценой будет какое-то качество. Это качество отображает очень многие вещи. Экипировка, экипировка, помещение, оборудование, люди, не знаю, водички всякие, какие-то плюшки, которому будет комфортно, шмотки, которые вы одеваете, не знаю. Это невизбежно. То есть, финансовая составляющая для того, чтобы и тренер вам давал качество, и вы получали результат, она не может быть упущена. Если вы заплатите 300 гривен, ну блин, ну кто будет работать за это в месяц? Давайте просто прикинем этого человека. Я знал просто-таки, я вот недавно общался, там люди берут 1 доллар за тренировку. 28 гривен, 30 гривен. Ну не суть, просто вдумайтесь в это. Вот если это вменяемый, крутой, именитый чувак, у которого много знаний, неужели он себя будет так ценить? Нет. Нет, он не будет этого делать. Человек, который много знает, он должен, соответственно, зарабатывать. То есть, это очень важный фактор. Цена-качество, так было и будет. Нет, есть откровенная фигня, когда вам говорят, мы вам поставим удар за 2 недели, всего лишь за 1000 баксов. о, блин, 1000 баксов, у него будет удар. Ну ты лох просто. И такие тоже есть. Я видел такие в метро наклейки. Ставим удар. Все, блин, ты там, не знаю, знаешь, напоминает игрушки, я вон ее шпилил, игрушечка была, она такая, я не могу дальше пройти. Говорит, всего лишь за 5 долларов, мы вас апгрейдим. Я такой, блин, это такой, банка за 5 баксов, там постановка удара 4 доллара. Короче, это все разводники. Должна быть хорошая стоимость. Вы смотрите по стоимости рынка, находите что-то среднее, не заниженное, что-то среднее, чуть-чуть выше среднего, я бы даже сказал, если вы хотите качество. Потому что чувак, который себя ценит, который знает, сколько он стоит, он не будет задешево работать. И это нормально. Поверьте, это нормально. Тот, кто себя не ценит, либо только начинает, молодой тренер, неопытный, он будет брать немного. Но если мы хотим результат, то мы должны за это платить. Да, вы когда покупаете что-то хорошее, какой-то дорогой мобильный телефон, вы покупаете хорошую машину, вы хотите, чтобы она вам служила. Если вы покупаете запорожец, он вам будет служить, как запорожец. Соответственно, он будет стоить дешевле. Это четко надо понимать. Да, можно купить какой-то среднячок, королку какую-то. Найти хороший. Почему себе королка среднячок? Ну да. Не, можно и Масерати приписать сюда. Тоже совершенно другая ценовая категория. Понятно. Вот, поэтому, как бы, резюмируя, то есть, если нам надо найти себе тренера, первое, что мы должны найти, это должны найти человека, который живет этим, у которого желательно есть свой клуб, либо который партнерствует с какими-то хорошими клубами, но этот человек – личность. Однозначно, это личность. То есть, вы идете не в клуб, а вы идете к человеку? К человеку. Где бы он ни был, куда бы он ни был, вам надо найти этого человека и к нему идти. Где бы вы вообще ни находились, в каком бы городе не были, у вас есть в городе такие люди, у них есть свои клубы. И все их знают, как правильно, если спросить у кого-то бойца, ты знаешь, что Михалыч, михалыч все знают михалыч и он не может стоить дешево потому что он качественно знает свою работу то есть вы должны готовы быть заплатить за качественный продукт если вы хотите получить результат это вот основные наверное мои критерии которые могут вывести как найти для себя тренер ну если ты постарше для детей для родителей можем отдельно снять ролика совершенно другая тема а вот допустим если смотреть на регалии его учеников же не или его учеников можно смотреть можно смотреть на надо смотреть на его учеников они на него потому что откровенно говоря я лично знаю просто такое огромнейшее количество людей которые ты не смотришь ему такой вот дрыж короче уж никакой но он настолько грамотно знает методику преподавания он настолько качественно эрудированный он знает свое дело настолько хорошо многие именитые боксеры были воспитаны людьми которые ни разу даже в ринге не стояли и как бы надо об этом четко понимать что тренер это не спортсмен тренер это человек который делает спортсменов это не человек который дерется в ринге это человек который делает тех кто дерутся в ринге надо разделять эти два понятия все привыкли что тренер должен быть там каким-то зверем и должен всех убивать нет скорее всего тот чувак который всех убивал в ринге не будет хорошим тренером потому что он всю жизнь работал на то чтобы убивать в ринге они на то чтобы готовить тех кто будет убивать в ринге не может в основном такие классические ботаны они именно и делают крутых парней которые дерутся просто не находятся за кадром и мне надо это слова и мне надо вот эти достижения них совершенно другие параметры я углубился очень сильно в методику преподавания потому что мне это интересно мне больше интересно преподавать нежели драться в этом аргумент тренера хорошего мы к этому должны прийти не смотрите на регали не смотрите на какие-то достижения смотрите на то что человек нет своими учениками вот главный показатель я думаю это надо более чем развернутая такой ответ на вопрос как выбрать тренер альберт большое спасибо в общем никого рекламировать не будем прошла до сидим футболка рекламировать не будем сами выбирайте себе тренера и пользуйтесь сарафанным радио вот это самое по душе по сердцу должен человек подходить первую общайтесь в общем и занимайтесь спортом будьте сильными и фьюэй тот самый магазин для спорта